Здравствуйте мои дорогие друзья и сегодня с вами опять Роман Головин и хотел сегодня с вами поговорить о стрессах и напряжениях. Тема очень серьезная, важная и сегодня в современном мире большинство людей должны знать как избежать стрессов. Я бы сказал коротко, что такое стресс. Это чрезмерное перенапряжение от центральной нервной системы. Итак, люди, которые живут сегодняшней обычной жизнью, много работают, не следят за своим организмом, едят что попало. Живут как врачи, как все. Как воспитала мама, какие знания дал институт, школа. И естественно, когда у них наступают проблемы психические со здоровьем, люди начинают либо читать об этом, либо знакомятся с какой-то литературой, либо к психологу идут, либо к доктору еще какому-то идут и начинают решать свои вопросы. Либо начинают искать какие-то причины в алкоголе, в наркотиках и так далее, в таблетках. Обычно при стрессе бывает вялость, бессонница, апатия, ничего не хочется делать, заторможенность реакции, повышенная тревожность, депрессия, вплоть до маниакальных состояний. И сегодня по пунктам пробежимся. Алкоголь и наркотики ваши проблемы не решат. Потому как, я могу смело сказать, это делают только трусы самые большие, которые всего боятся. Уходить от проблем через наркотические какие-то средства, препараты, это вообще очень неправильно. То есть вы калечите свою жизнь. Прежде чем что-то делать подобное, почитайте, что такое алкоголь, как он влияет на организм человека. Вот я, например, на своем примере могу сказать. Вот я за свою жизнь даже бутылку водки не выпил. Мне не нравится это состояние. В детстве, конечно же, все пробуешь, смотришь на других. Мне не нравится состояние, когда я себя не контролирую. У меня такое чувство всегда было, мне хочется всегда все контролировать. Что вокруг происходит, где какие объекты рядом со мной находятся. Мне хочется знать. То есть я знаю, что если я голоден, то я поеду туда, в это место. Я знаю, сколько что стоит там. Я знаю, что там фрукты хорошие продаются. Я знаю, что здесь кто-то находится и так далее. То есть, когда начинаешь злоупотреблять алкоголем, то себя не контролируешь. Естественно, происходит с тобой непонятно что. Превращаешься в какого-то овоща, да, и состояние вот это вот неприятное очень. Многим людям почему-то это нравится. Когда считается, что ты уходишь в какую-то реальность, забываешься. Это неправда. Чушь полная. Превращаешься просто в животное и превращаешься в овощ. Ну, если такими обычными сравнениями, чтобы понятно всем было. Человек деградирует. Сознание деградирует. Человек сам себя разрушает. Есть люди, которые борются с алкоголем, да, и у них в программе прописано, что они должны пройти испытания алкоголем. Такое тоже есть. У нас много таких клиентов, люди, которые к нам обращаются. То есть это тяжело, чем обычному человеку. То есть это не по испытаниям. Тяга просто к алкоголю, вот, конечно, таким людям сложнее всего. И вот тоже вот эти пункты, они тоже имеют для них огромное значение. Какие-то таблетки снотворные и так далее, это все тоже не выход. Вот смотрите, да, я много раз приводил сравнения, как большинство людей думает, так как их научила традиционная медицина. Что-то болит, давай быстрее мазать, мазю или есть таблетки, а без больше. Главное, чтобы не болел. А вы спросите себя, зайдите с другой стороны. Посерьезно, почему болит? Какая проблема? Вот у вас болит организм, он символизирует, что у вас что-то не так с организмом. Зачем этот датчик отключать? То есть нужно, наоборот, прислушаться и найти причину, почему что-то болит. Конечно, бывают ситуации, когда, да, болит голова постоянно. Потому что вот так прописано в программе. Вы должны такие испытания пройти, практически ничего не помогает. Это одно. А когда что-то нарушилось, да, и это кратковременно, колено болит там, еще что-то, может вы ударились, может еще что-то. Да, когда такие вещи происходят, надо сначала разобраться, поставить диагноз и потом уже пользоваться обезболивающими. Так что всегда думайте об этом. Смена обстановки очень хорошо помогает людям, которые имеют разные напряжения, да, переживания, стрессы. Не важно, что случилось там, много вы работали, кто-то умер там, да, что-то случилось. Человек, живя на планете, имеет такие программы, у которого есть переживания и очень большие переживания. Привязанности, любовь, ненависть и так далее. То есть мы обладаем этими чувствами, это нормально для человека. Надо больше относиться к жизни более философски. Смотреть такие каналы, как у меня, брать такую информацию подобную, как у меня. И тогда вы более философски будете ко всему относиться. К потере близких, к потере финансов и так далее. Вы не забывайте, что не всегда вы идете в гору, да, не всегда при духовном развитии, просто при жизни всегда у вас все будет гладко. Жизнь, она такая штука, что мы сюда пришли развиваться и может быть и лучше и хуже. Взлеты, падения или сначала взлеты, потом затяжное падение или наоборот. То есть это все зависит от того, как ваши учителя вам эту программу прописали, как они видят ваши испытания. Значит, можно найти новое хобби какое-то, какое-то занятие. Поменять друзей, которые не очень вам помогают или наоборот раздражают. Поменять место жизни, да, переехать в другой регион. Поменять работу. Если достают родственники, значит меньше с ними общайтесь и так далее. Опять же, вот это слово, как бы, да, достают родственники. Бывает так, что люди учат своих детей, как надо правильно жить и так далее, и кажется, что достают. А когда на самом деле, без причины, это уже другое. Очень хорошо помогает расслабление плавания. Больше плавайте. Контрастный душ. Медитация. Про медитацию на канале я очень-очень много говорил и буду говорить. Это основополагающая вещь, которая нужна нам в жизни, как воздух и вода. А без этого мы здесь просто просижем, как на уроке. Зря просидели, как бы, да, и ничего не получили. Медитации бывают очень много разных. Но, опять же, повторюсь, те, кто начали мой канал смотреть или только-только владевают. А мы случайно попали на это видео. Чтобы знать, как правильно медитировать, нужно с помощью контактера, через программу, узнавать, как это надо делать. Вот некоторые люди до сих пор не понимают. Смотрят мой канал и думают, что вот там, они где-то что-то услышали видео в каком-то, начинают так медитировать. Поверьте мне, это может быть далеко не правильно. Поэтому лучше на таких вещах не экономить, а узнавать. Экономить на других вещах. На мороженом и так далее. То есть, это самое основное, для чего мы сюда пришли. Есть медитация в воде. Она очень классно расслабляет их, уводит от стрессов. Опять же, это тоже специфические медитации. Это тоже желательно узнавать у контактера, который владеет этой информацией, понимает, как это надо делать. То есть, для многих это новое. Когда вы ездите куда-то в отпуск, в другой регион, в другую страну, вы тоже можете отдохнуть. Но это известные факты как бы. То есть, это все, скажем так, в совокупности должно работать. Это не просто вы вкалываете, 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 ведете обычный образ жизни. Потом через какой-то момент вы пошли в отпуск. Все потом там на два-три месяца хватает. Потом опять начинается. Многие люди, кстати, не уходят в отпуск. Отдыхать надо обязательно. Иначе переутомление будет жесткое, стресс. А когда у человека жесткий стресс, он неправильное действие совершает в своей жизни. И неправильные решения принимает. Это очень опасно бывает. Прогулки в лесу, на природе. Периодически. У многих людей нет времени. А если у вас нет времени, значит, вы неправильно что-то организовываете в своей жизни. И это в том числе и ко мне относится. Что зачастую не всегда есть время на все, что я планирую. Потому что жизнь иногда спонтанная бывает. Не все от тебя в этой жизни зависит. Что-то планируешь, вдруг тебе кто-то позвонил, срочно что-то надо делать. Все бросаешь, едешь первостепенными делами заниматься. Иногда бывает, что видео снимаешь. Срочный звонок ты видишь. И чуть ли не видео прекращаешь и уезжаешь. Йога. Кстати, многие пишут дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения как раз в составе йоги. Можно ходить с мастером заниматься. Это тоже здорово помогает. Физкультура. Физкультура я могу в отношении себя сказать. Очень классная штука на самом деле. Когда настроение не очень хорошее. Идешь в спортзал. И ты понимаешь, что через полтора часа у тебя совершенно другое настроение. И очень классно помогает. Не важно какая физкультура. Нравится в хоккей играть, играйте в хоккей. Волейбол, баскетбол, теннис. Мне нравится. Я хожу. Просто с детства этим обвлекался. Качалкой. Ходишь в спортзал, тяжести поднимаешь. Какие-то упражнения делаешь. Растягиваешься. И так далее. Как-то больше мне это нравится. Такие медленные и нескоростные движения. Просто такой организм. Поначалу много чем приходилось заниматься. И бегом. И контактным каратэ. Разными вещами. Плаванием. А кстати телевизор. Многие не смотрят телевизор. Интернет-телевизор это я считаю примерно одно и то же. Почему? Потому если вы уже взрослый человек. Вы уже обладаете определенной информацией. Вы легко отфильтровываете все что вам интересно или не интересно. По телевизору можно посмотреть какие-то передачи о планете нашей. Посмотреть как что устроено. О животных. Как вода бежит. И так далее. Географически различные каналы. Очень много всего интересного. О природе. О животных. О растениях. О климате. Все равно. И понимаю что все там вам не расскажут никогда. До конца правдивое. Но все равно много что интересного существует и есть. Как строить дома. Еще что-то. То есть много разных специфических передач. Узконаправленных сегодня существует. Тоже можно таким образом отвлечься и расслабиться. Я могу на своем примере сказать. Помню когда я очень-очень в медицине много работал. Я на самом деле очень уставал. Напрягался. Так как наш руководитель немножко был. Получал удовольствие от того что он издевается над другими людьми. Я бы так назвал это. Вот. И с работы всегда нервный уходил. Заведенный. Нервный. Большая конкуренция была. И так далее. И когда я уходил с работы. Да. Я вот старался. Знаете. Вот как-то даже не я. Уже у меня видно это внутри было настроено. Я выходил и забывал. И когда меня начинали спрашивать про работу. Мама. Чего? Я говорю. Мама. Я говорю. Устал. Просто вот. Нет желания даже разговаривать на эту тему. Просто все выбрасывал из головы. И все. Для меня не существовало. Это работы. Все. Я выходил и забывал. То есть это тоже как бы нужно об этом думать. Правильный образ жизни. То есть это самое-самое основное наверное. Да. Что нужно изменить. Это правильный образ жизни. Такое понятие. Вот. Широкое. Для многих людей оно не понятно. Как вот изменить образ жизни. Потому как каждый человек он немножко по-своему этого справил. Во-первых. Правильное питание. Больше веганской пищи. Опять же переход несколько лет должен быть. Не сразу. Как многие строители говорят это неправильно. Такие вещи опять же надо узнавать. Какой тип питания подходит. И сколько лет надо переходить. Если есть какие-то проблемы со здоровьем. Надо разобраться со здоровьем. Бессонница. И так далее. Во-первых. Хороший сон должен быть. Я на канале рассказывал. Что надо делать. Чтобы хорошо спать. Оборудовать комнату для этих целей правильно. Хороший матрас там. Темнота. Проветривание и так далее. Все там мы это рассказывали. Распределить образ жизни таким образом, что не было такого уж истощайшего перенапряжения. С утра на работу. После работы какие-то дела. Потом магазины. У меня тоже такое было. После магазинов домой. Еще далеко ехать. Приезжаешь. Желаний никакого нету. Поел там. Что-то надо еще поделать. А буквально опять вырубаешься. Еще у многих людей, которые работают в офисах. Они на дом. Берут очень много работы. Как бы. Да. И вот это тоже их убивает. На работе работают. Дома работают. То есть. Карьерный рост. Хотят. За короткий промежуток времени. Чего-то добиться. Это. Я бы сказал. Что такие вещи надо делать. В короткие сроки. Потому что когда человек много лет так работает. Это можно плохо закончить. Поэтому. Не нужно гнаться. За этим. Только очень кратковременные сроки какие-то. Книги кстати еще могут отвлекать. То есть. Когда человек берет книгу. Начинает вникать. Читать. И. Постепенно. Расслабляется. Книги. Просмотр каких-то интересных статей в интернете. Фильмов. Научных. То есть. Это тоже затягивает. И. Человек уходит. По поводу компьютерных игр. Я бы мог сказать про компьютерные игры то же самое. Человек все забывает. Но. Но. У компьютерных игр есть. Один огромный жирный минус. Человек привыкает. К ним. То есть. Потом очень сложно оторваться от этого. Поэтому. Нужно быть очень внимательным. Видите. Сколько вариантов ухода от стресса. Здоровый сон конечно очень важен. Правильное питание. Медитация. Правильное окружение. То есть. Такие основные моменты. Которые. Нужно выделить в первую очередь. Ну. Естественно. Есть люди. Такие контактеры. Когда вы к ним обращаетесь. Они могут. Объяснить. Почему у вас проблемы. Потому что. Бывают. Темные. Кстати. Я не сказал. Порча. Сглаз. Вот. Какие-то другие факторы. Которые можно. Нехватка витаминов. Тех же там. Да. Можно это все посмотреть. И решить проблему на тонком плане. Поэтому. Берегите себя. Думайте о своем здоровье. Потому что. Если. Вы не будете о нем думать. То. Жизнь. Она может раньше времени закончиться. Всегда. С вами Роман Головин. Пишите свои комментарии. Удачи. Увидимся в новых выпусках. Всем пока.